Добрый день. Я всегда приветствую Саре Марковне, послом, она за нас молится, говорит. Так, сейчас подойдут все, сейчас родили я кое-что немножко скажу. Двенадцать часов занятия. Так, вот некоторые вопросы возникают у нас, вы уходите, остановитесь, не будете знать о том. У нас, если так разобраться по Писанию, мы как будто бы... Вот я разговаривал с Александром Менем, убитым священником. Он говорит, когда православные, когда стали считать Писание, они сразу все пометки сделали. Так, наоборот сделать. Вот что бы ни было, мы сделаем все наоборот. Написано, на всяком месте мужида поднимает руки без гнева и сомнения. Две причины, гнев и сомнения. На всяком месте, где ограничений в храме нет, священник поднимает, и поднимали руки все. Попробуй подними сейчас, а что ты поднимаешь? На всяком месте. А женщины? И женщины поднимали. У нас некоторые стали поднимать сразу на осуждение. Далее. В храме мы стоим обувше, а у Бога наоборот. С ними обувь свою, мы место сие свято. Вот рассказывают наши потеряевки, ездили, ходили в Корчино. Ну напрямую 12 километров. Они идут босиком, а там прям рядом как пруд. Они пришли, говорит, ноги вымыли, обулись, отстояли службу, вышли с сапоги опять на плечо и пошли домой. Я ни к чему не призываю, просто хочу показать на этих моментах. Бог требует всегда десятину. Десятину. И сейчас нашли человека в интернете. Ну на нас он вышел. У них священник убрал торговлю, включил десятину. Это редкость уникальнейшая. Мало того, дальше рассказывать. Проповедь идет, на русском языке все. Община с чем-то похожа даже на нашу. И она стала говорить. И сказала то, что слышала. Потому что было известно очень хорошо. Выступали священники. Хризастом. Он был юркутским, а потом стал виленским в Литве. И он говорит, все до одного священника, который ставили, без органов КГБ не становились. Это батюшка мне все рассказывает, как было. Даже проповедь сказать. И то епископ должен был проповедь сначала представить. Кандидатуру на епископское место три, пять. И они выбирали, кого идет. Есть люди, которые опережали. Те только думают власти что-то сделать. Они наперед идут. А кто? Специальная была комиссия, когда началась перестройка. Там Полосин был. И отец Глеб Якунин. И вошли в те, кого посылали. А там все под кличками. Они знают, кто в это время ездил, допустим, в Чехословакию. И написано Михайлов и Дороздов. Михайлов посмотрели? Ага. В другом месте опять. Но они уже видят, кто ходил. Специально известная фамилия. Оказывается, был Кирилл, который Алексей II. И она эта женщина, зватья Ирина. Я с ней не переписывался. И она это сказала. И она настолько в это верила. И она в храме стоит, ее прямо из храма вытащили. Насколько достоверно. Я не могу вещать. Это я беру. Близкие люди говорят. И домой. Заходят. На столе лежат три пакетика белые. А то что у вас здесь такое? Да ничего не было. Я уходил. Комната чистая была. Не надо. С кем вы это пили? Все? Ну уж там, ладно. Среди тех, которые приходили, нашелся близко знакомые. И как-то потушили. Так что в карман подсунуть. Я сидел с такими. Их называют ботаники. Мне говорят, никогда этого не было. При мне в карман залезли, вытаскивают. Порошок. Там 9 грамм героина. А 9 грамм героина на 9 лет тебе хватит. Вот как. Поэтому будьте внимательны. Размышляйте о том, что сегодня услышали. Я долго молился об этом. Сказать, не сказать. Ну вот как сказал, как мог, так и сказал. Чтобы доек и думеянин у нас не царствовал. Иудина племя. Там и думе, а тут иуда. Так одна буква не там стоит-то. Иуды эти всегда были и будут. Не каждому открывают дом. Не с каждым разговаривают о том, что есть. А у нас, когда только приехали, и сразу все сказал, что только знал, не знал. Притом не кого-то, а именно про себя. 51 статья Конституции дает право ничего не отвечать, чтобы не причинить вред против самого себя и родных. Все. Они не могут тебя заставлять. А дальше у меня адвоката нет, разговаривать не буду. Все, ничего не будет. А сегодня приходится все это выправлять. Отречься от этого. Вы меня не предупредили. Я это сказал. Они сейчас на это давят и давят. Да ладно. Надо эту неделю усилить молитву, чтобы глава администрации района. Волчков, кажется, как это, фамилия его. Сергей Александрович. Договорились. Мирно заключили все. Иначе дальше еще будет продолжаться. Но мы что хотели. Для меня главной была вот эта машина. Посмотрите. Вот. Она была угнана. И там стоял. И там специальная территория. Ну, территория до того дома примерно вот так. И так стоят арестованные. И так. Мотоциклы. Вот. Мотоблок Володин такой вот стоит. И дальше там. А это не помещается. Ее на самый туда, как идешь, она вот так вот торцом стояла. Колючая проволока обнесена. Специально огромный такой человек. Или я с испугу его назвал огромным. Но такой он. И не хочет, чтобы его снимали. Он не знает, что запрещать снимать можно только в пяти случаях. Вы за себя имеете. Первое. Закрытое совещание Государственной Думы. Значит, попади сначала туда. Второе. Военные корабли. Из военных кораблей. Третье. Таможенное пространство. Зато, допустим, ты во Франции. Или в Чехословакии. Вот это пространство, где оформляют все. Нельзя снимать там. И министерство газофикации, электрофикации. Пять. Все. А в суде. А когда суд идет. Я не слышу. Я адвокату говорю. Я не слышу. Попросите разрешение снимать. И он сразу поднял руку и говорит. Вот у меня подопечный такой-то. У меня справка, что мне нужен перевозчик. То есть я плохо слышу. Двустороннее воспаление обоих ушей. И справка это в краевой больнице города Барнаула. За подписью врачей. Все с печатью. Никогда никто не против не говорит. И сразу мне разрешили. Судя прокурору. Вы не против? Нет, не против. И я тогда стал снимать. А дома я включил погромче и все прослушал. То есть не спите. Все время узнавайте, как сделать это лучше. Нам нужна сейчас помощь. Какая? У нас очень хорошие отношения сложились с администрацией Бамонского района. И который тут, я не знаю, называется инженер кадастровый. И он тоже снимал. И мне он понравился. Я когда зашел туда к ним. А двое сидят. Я говорю, вот вы когда первый раз пришли там, смотрели где это, где березки-то растут-то. Они хотели это отнести государственной туда, Москва. А теперь он замерил, это относится только к Мамонтову. А вот эти вот, вот это относится к Корчино. И чтобы на этой неделе меня свозили туда и взять от них бумагу. Что это не отдельно клен растет, а бывшие сады колхозные. Это, ну, дерево как сорное считается. А тут и можно кое-что выбрать на что-то. Какой-то столбушок сделать. То есть разделенно. Мы теперь все это узнали. Там мы уже узнали. А дальше, не знаем, за деньги или каждый год будем просить. 18 березок взять. 18, которые нам Бог дал. Тут не полные два огорода. Которые там. Они занимают 0,78 гектара. Всего два огорода. И надуло, и они зашли. Ну, там процентов, может, 50 погибло. Они слишком густо были. А которые выросли, это нам было в помощь. И мы это принимали как дар Божий. А что они его там к себе занесли два дня назад, и нельзя задним числом, может, сделали. В плане нигде не было этой посадки. 64 метра ширина и, кажется, 162 длина. Ну, вот умножишь и то другое. Нас удивительно Бог сохранил. Вот представьте себе. Это когда было у них. У нас подъем всегда в 4,40. В 5 начинается молитва. Кое-кто наши приходили молить, знает, видели как. Ну, я утром помолюсь и скорее домой. Еще семи нету. Барабанят. В дверь. Кто? Открывай. Я открываю. Четыре руки меня вот так схватили. Спецназ из Барнаула вызванный. 83 года. Букашка какая-то горбатая стоит. Это отсюда сделало его. Какие же они бедные, слабые. На одного. Я когда вышел, а там еще 12 человек. И, говорит, с автоматами там были и прочее. Одного вытащить. Да я и вышел бы. Босиком вытащили. Четыре руки едва справились со мной. Это Господь показывает. Есть житие святой Памва. Памва. И он никогда не улыбался. И демоны поставили задачу рассмешить его. Ну и взяли пушинку одну там от курицы или от кого. Веревку привязали и тащат. Ой, помогите. А он улыбнулся. Улыбнулся, Памва. Да я смеюсь над вашей бедностью. Сколько вас здесь-то? Легион. И одно перышко не можете утащить. Он это все повернул на них. И вот здесь такая же история была. И взяли у меня компьютер. Два аппарата, которые снимают. Три архивных диска. Флешку. Что-то еще брали может быть. Ну я не знаю. Но обычно говорят здоровые не отдают. Там исковеркают. И тогда отдадут. Ну когда у меня тогда пленки были. Катушки были. КГБ. Это 87-й год. Они там бывают отрезали концы. Там размогнищивали. Я проверил все. Нигде ничего не попорчено. Все вернули. Как будто никогда и не брали. Я опять сижу за столом и работаю. Вот я хотел вам сказать. Будьте очень внимательны к тому, что слышали. Не каждому доверяйся. Не каждому смотри. И ты видишь так. Ведет себя. Тем более уже это все так. И машину. Что он подвозил. Кто-то тут сказал. Батюшка говорит. Ну любая там другая машина похуже. Нет. Все сказали. И машину угнали. Ее вернули. Вернули. Кажется в пятницу было. В пятницу. Для меня это главная задача была. Урожай собирать. А машины нигде нету. И отдали. А там сначала деньги заплатили. Сколько штраф наложили. Там 25 тысяч. Потом с этой бумагой надо вернуться из банка к следователю. Следователь поедет теперь туда где хранятся эти машины. Телега одна стоит. Телега даже. Я говорю телега то что. Что сказали. Какое-то убийство там было или еще. Да. Лошадь с телегой сбила человека насмерть. И человек скрылся. Это арестованное. Средство передвижения. Три месяца скрывался. Не могли его найти. Ну поехали туда мы. За рулем сидел. Вот. Терентий. И мама сзади. Оттуда он сел на машину. И пригнал своим ходом. Я сегодня спросил. Сильно поврежденный или нет. Ну говорит как будто бы нет. Видите как Бог сделал. Почему. За нас молились во всем мире. Везде. И у них уже материал вот такой на нас. Книга переплетенная. Там юристы. И генеральная прокуратура. И они сейчас мировое соглашение могут заключить. Все тогда как будто еще не было. Я сразу узнаю тогда кто распоряжается тогда кому. И сразу на каждый год буду 18 березок в песок. И уже никакой чужой нам не помешает. Спасибо Христос. Занятия. Двенадцать. 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 Так. Иди держи за руку. Полным ходом только. Вы нашли флешку то? А? Флешку нашли.